В Ненецком округе продолжается кампания по доставке детей из отдаленных населенных пунктов и оленеводческих бригад к месту учебы. Организацией процесса занимается Ненецкая средняя школа имени Антона Пырерки. За неделю регулярных рейсов на учебу в столицу округа отправится порядка 200 школьников. Для Сергея Безумова долгие перелеты и проживание вдали от семьи уже стали привычными. В Ненецкой школе-интернате он будет учиться уже третий год. Но, как признается Сергей, расставаться с родным домом каждый раз для него тяжело. Учебному году я готовился уже заранее, уже начиная с июня. Я закупил все учебные, как не учебники, а сборники, задач по физике, математике. И вот весь июнь готовился, в июле работал и в начале августа тоже начал готовиться. В отличие от Сергея, Оля Терентьева впервые уедет из дома надолго. Заканчивать в старшие классы девушка решила не в родной деревне, а в городе. Мне очень интересно, как здесь я проведу первый учебный год вне дома. И мне просто интересно. Плюс в том, что я могу здесь больше как-то развиться, чем в деревне. И есть больше возможностей. Пока дети отдыхали, в Ненецкой школе-интернате провели плановый косметический ремонт. А также установили во дворе стилизованный чум. По прибытии первым делом ребят накормили. Теперь им предстоит освоиться в своих уютных комнатах. До начала учебного года время еще есть. Скоро прибудут и одноклассники из других мест. Станет веселее. Ребята у нас приезжают из тундры. Для того, чтобы они могли в естественных для себя условиях чаю попить. Чтобы провести какие-то мероприятия направлены по ненецкой тематике. То есть, чтобы ребята были не оторваны, чувствовали, что все-таки они как дома. Компания по доставке детей из оленеводческих бригад и сел округа в Наринмар стартовала 25 августа. Вместо учебы уже доставили 140 школьников. 25-го мы выполнили два рейса. Это мы собрали ребят из поселка Красное, из бригад Ерф и Харп. И 27-го мы ушли по западному направлению работать по Неси, Оме, Шойне. Сегодня мы перевезли ребят из Чижи, Снопы и Вижаса в свои школы. И забрали ребят, которые учатся в школах города. На 31 августа запланированы рейсы в Индигу, Ваучейский, Нельминос и Бугрино. Завершится кампания по доставке детей к местам учебы 2 сентября. В этот день школьный вертолет доставит детей из оленеводческих бригад в Каратайку, Харивер и Усть-Кару. А уже оттуда те, кто учится в школе-интернат, отправятся в Наринмар.